Русские новости 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 На фактическую сторону дела, а не на лозунги и не на пропагандистские штампы. И вот эту работу, конечно, будущее русская национальная власть сделает, а пока то, что мы можем, мы должны делать. Поэтому 20 мая, я также 1 мая приглашаю нашествие «Русская весна». Обязательно все русские люди, по-настоящему чувствующие себя и переживающие за русский народ, должны выйти 1 мая нашествие «Русская весна». 20 мая мы проведем митинг памяти Алексея Моресьева. Тоже приглашаю, скорее всего, это будет на одной из центральных площадей, может быть, на Пушкинской площади, по крайней мере, туда будет подана заявка. Мы постараемся сделать этот день таким памятным днем о всех погибших русских воинах или тех, кто не погиб в войне, пережил это страшное испытание. Но все они, конечно, уже в мире ином молятся за нас, за спасение нашего Отечества, как истинные сыны своего народа. И мы должны вспомнить о них, о них обо всех совокупно, а о ком-то вспомнить поименно. И в лице этих людей вспомнить и обо всех остальных. Бессмысленно возлагать венки к памятнику неизвестного солдата, не зная имен известных солдат. Да, неизвестный солдат тоже для нас ценен и памятен, но мы должны все-таки помнить имена тех, кого мы знаем, и не забывать хотя бы их. А то получается, что мы ходим к могиле неизвестного солдата лишь ради того, чтобы отметиться, вроде как, я патриот, я помню о войне. А на самом деле не помню ни о чем. Помню лишь, что 9 мая надо сходить, цветочки положить. Вот эти абстракции надо прекращать. Все в нашей жизни вполне конкретно. Есть конкретные негодяи, конкретные враги с конкретными фамилиями, конкретными деяниями. Если вы деяния не знаете, то значит вы ничего не можете сказать про этих конкретных врагов. Если вы не знаете деяния наших героев, то, наверное, о героизме русского народа вы не знаете ничего. Поэтому вот 1 мая и 20 мая. Но поскольку мы все-таки стремимся к тому, чтобы продолжить русскую историю, мы участвуем и в полемике с теми, кто пытается у нас снова, как говорится, с первой цифрой начать обсуждать русский вопрос. Как будто не было предшествующих десятилетий. Ну, может быть, для этих людей не было предшествующих двух с половиной десятков лет, когда русская мысль работала, созданы были и догматические произведения политического характера, и теоретические, и художественные, и много чего было создано за это время русской мысли. Но сейчас, поскольку русский вопрос становится особенно остро, и на нем пытаются сыграть, в этом нет никаких сомнений, вот власть попыталась сыграть, запутала нас, объявили русскую весну, даже русскую весну объявили, где в Донбассе, и бросили всех. Вот те люди, которые готовы только бросить лозунг, а в русском движении не участвуют или не участвовали, ну, им стоило бы помолчать или им не стоит сразу уж так безоговорочно верить. Мы, конечно, ждем в русском движении новых людей, но не как тех, кто провозглашает истины, а тех, кто прислушивается к истинам, которые уже были высказаны и неоднократно. Вот одним из новых таких родителей о русском народе стал Степан Степанович Сулакшин. В общем, человек уважаемый, интеллектуальный, умный, в этом нет сомнений, его выступления интересны. И если он действительно войдет в русское движение, это будет хорошо. Но плохо, если он войдет туда со своими, как говорится, тараканами в голове. А их за прошедшие два десятка лет там скопилось немало. И свидетельство тому одно из его выступлений, которое я хочу прокомментировать. Сулакшин – это еще и гражданин России, нашей многонациональной, многоконфессиональной страны, в которой 80% русские, остальные наши народы российские, которые в истории делали нашу страну. Вот опять повторение этих глупостей о многоконфессиональной и многонациональной стране. Наша страна никогда не была и не будет ни многоконфессиональной, ни многонациональной. Она может стать и уже в значительной мере стала бесконфессиональной и безнациональной. То есть утрачивает черты государства. Наша страна утрачивает черты государства и утрачивает какие-либо национальные черты. Это вот действительно происходит. А многонациональной наша страна не была никогда. В России может быть только одна нация, русская. В понимании политическом нации, конечно, только русская нация. В русскую нацию, конечно, могут войти представители и других народов, если они русифицируют свой политический взгляд на вещи. Если они будут патриотами русской России, а не какой-либо другой. Тогда это, конечно, те, кто входит в русскую нацию. Но, конечно, в населении любого государства есть такие маргиналы, в истинном смысле слова, которые не признают национальные ценности, которые укоренены в истории данной страны. Да, они могут жить, но их политические права должны быть ограничены или они должны быть вовсе лишены каких-либо политических прав. Тогда это вот эти вот какие-то там народности, национальности, которые готовы, поступившись своими политическими правами, жить, как им вздумается. Ну, конечно, не ущемляя права, собственно, политической нации, которая есть в этой стране. В резервациях там, да, пожалуйста, живите, нет вопросов. Россия – это русская страна, страна, где живет русская нация. Никаких других здесь быть не может. Многоконфессиональной наша страна тоже не может быть. Россия исторически является центром православия, центром христианским. Можно сказать, что какая-то есть конкуренция между католическим Западом и православным Востоком. Но мы-то католиков в полной мере христианами не считаем. Они высказывают те же самые христианские догмы, им пытаются следовать, но как-то очень по-своему. И поэтому мы называем те мировоззренческие предпосылки, на которые опираются католики, ересями. То есть это люди, которые заплутали. Они по пути к христианству куда-то вильнули, и католики, и протестанты. Они, может быть, отдельно верующие этих конфессий, могут быть приличными людьми. Но в целом христианство католическое или протестантское вильнуло куда-то не туда. Поэтому мы считаем Россию центром христианства, православной страной. Никакой другой конфессии здесь быть не может. Все остальные конфессии здесь имеют как бы представительство. Потому что здесь исторически никогда не было никаких других конфессий, никаких других мировых религий. Да, потом сюда заселились некоторые люди, носители иных религиозных взглядов. Некоторые народы просто приняли, скажем, ислам приняли. Но это вовсе не означает, что Россия является многоконфессиональной, и здесь на одну доску можно поставить православие и какую-либо иную конфессию. Если так говорить, то значит стремиться к тому, чтобы в России не было вообще никаких конфессий. Если у нас государственная власть национальная, она должна поддерживать и национальные корни. А эти корни абсолютно православные, никакие другие. Здесь нет и не может быть никакой многоконфессиональности. Да, есть там, скажем, миллион или два миллиона мусульман. Я думаю, что не больше, потому что все остальное вранье, такое надувательство. Знаете, собрали на площадь 100 тысяч чеченцев, объявили, что их миллион и что все это мусульмане. Это вранье. Давайте не обманываться тем, что нам пытаются надуть в уши и объявить нашу страну вот такой уже наполовину мусульманской. Ничего здесь мусульманского нет и быть не может. Да, Москву оккупировали, построили вот эту соборную мечеть, там эти колоссальные золоченые купола. Непонятно, с какой стати именно в этом месте. Туда стекаются, да, там стекаются 100 тысяч мусульман, туда стекаются со всего московского региона и из Москвы. Но это не жители Москвы, это не москвичи. Это люди, которых Путин и его шайка свезли в центр страны, именно для того, чтобы подавлять все русское и все православное. Еще демонстрировать нам, какие мы идиоты, что мы позволили Москву заселить и народцам, и иноверцам нашу православную столицу, русскую православную столицу. Не может быть ничего подобного. Поэтому, господин Сулакшин, уважаемый Степан Степанович, вы теоретически не готовы к тому, чтобы участвовать в русском движении. Вы не понимаете основ русского национального мировоззрения, не понимаете. И поэтому стараетесь людям свое непонимание внедрить также в голову, объявить, что другие народы каким-то образом участвовали в строительстве России, в строительстве российской государственности. Позвольте назвать эти народы. Как народы никакие люди, кроме русских, не участвовали в создании русского государства. Сопротивлялись, да. Ну, назовите хотя бы один народ, который именно как народ участвовал в построении государства российского. Ну, самый близкий к нам по численности народ, ну, у нас 80% в России, там 82, разные цифры, и точно здесь не очень высока. И там 5% татар. Татары участвовали в построении государства российского. Они сопротивлялись, да, мы знаем, поход на Казань Ивана Грозного, а до этого длительные войны, до этого попытка различных татар, астраханских, там, крымских и так далее, и поволжских, наоборот, не позволить русским создать великое государство. Наши татарские вот эти народности, условно называемые татарами, на самом деле очень разнородные этнические группировки, пытались стиснуть со всех сторон и не пустить, не дать развиваться на восток и на юг. Только в противостоянии крымским татарам, астраханским татарам, поволжским татарам сложилось русское государство. Это не означает, что современный татарин или татарин времен Ивана Грозного не мог служить русскому государству. И в войске Ивана Грозного было больше татар, чем татар за стенами Казанского Кремля. Кстати, и русских за стенами Казанского Кремля было 10 тысяч наемников. Вопрос здесь был совершенно не этнический, а политический. Либо доминирование останется за какими-то татарскими ханами, либо все-таки за русским царем. Вот этот вопрос решался. На какой стороне были татары? К тому времени уже были расколоты. А в дальнейшем? А в дальнейшем? В дальнейшем, как народ татары, никак не проявили себя, как строители государства российского. Как народ. А в отдельности, индивидуально, да, всячески уважаем тот вклад, который внесен отдельными представителями татарского народа. Нет сомнений, что так оно и было. Сейчас татарский народ является строителем государства российского? Нет, ни в коей мере, ни в коей мере, еще раз подчеркиваю, не может государство устроительным народом быть объявлен татарский народ. Потому что как народ, он никак не содействует становлению русской государственности в России. Поэтому здесь скорее отношение конкуренции, чем отношение содружества. Мы видим, что татары не поддерживают русское движение. Никак не поддерживают ни словом, ни полусловом ни одного татарина. Я вот не знаю. Вот как-то в 90-е годы, там, 2-3 татарина, я знаю, что были в русском движении. Сейчас не знаю. Сейчас ни одного такого человека вот просто не встречал. Может быть, ошибаюсь, где-то есть, но незаметно. Мы знаем, как в Казани относятся к русским людям, как татарская мафия, захватившая власть, татарский этнический клан, представляющий, конечно, не всех татар, а именно этническую олигархию, подавляет все русское в Татарстане. Как можно сейчас сказать, что татары и русские где-то занимаются совместным государственным строительством? Да ни малейшие не занимаются. Русские стремятся к тому, чтобы государство российское сохранилось. Сохраниться оно может только как русское. Поэтому русские стремятся к сохранению российской государственности в любом виде, но с тем прицелом, чтобы оно все-таки было русифицировано. А татары нет. Они борются за свои локальные привилегии, локальные права, которые еще Шаймиев выбил из Ельцина, налоговые послабления, какие-то свои этнические привилегии неформализованные. Вот слушаем дальше, что сказал Степан Сулакшин. Закон о русском народе, он мгновенно порождает, что некие права русского народа, этнические русского, а не цивилизационных, значит ущемление в правах других народов. Как это называется? Это называется расизм. Национализм, нацизм, они где-то в полушаге. Ну вот это типично либеральная мысль, что утверждение прав русского народа непременно ущемляет права других народов. Ну скажите, а вот права всех совокупно народов нынешней Российской Федерации, они ущемляют права других народов, которые находятся за ее национальными территориями, за ее государственными границами? Ущемляют? Непременно. В отношении иностранца русский человек или просто гражданин России, конечно, выделены. У него есть определенные преимущества. Правда, скажу между делом, я с удивлением выяснил, что оказывается в России права иностранца являются приравненными к правам гражданина России в деле, ну например, покупки земли и жилищного строительства. То есть иностранец может приехать в Россию, купить землю в каком-нибудь поселении, в какой-нибудь деревне и использовать эту землю для жилищного строительства. То есть здесь могут строить себе особняки наравне с русскими представителями любых народов, которые приезжают откуда угодно, хоть из Африки, хоть из Азии и так далее. Все равно, единый, одинаковый правовой статус, никаких препятствий нет, приезжайте и стройте. Вот с землями сельхозназначения там вопрос, ну тоже их можно взять в аренду на неограниченное количество лет. То есть фактически сейчас законодательство дает возможность заселения России иными народами. Они могут здесь создавать себе гнезда для проживания, то есть строить жилье и брать в аренду огромные территории и присваивать себе плоды, которые дает русская земля. Вот так устроено законодательство. Если нам говорят, что законодательство не должно русифицироваться, потому что это будет кого-то ущемлять, ну значит мы сдаем свою землю чужакам. И также происходит этнизация, если у нас нет русского порядка на русской земле, происходит этнизация на местах. Получается Чечня для чеченцев, там по официальным данным уже меньше 2% русских людей. Хотя изначально русских там было процентов 40 перед вот этими событиями, которые начались в 90-м году уже. Можно сказать, что еще Советский Союз не распался, там уже началась массовая преступность и подавление русских людей. Не хочет Степан Сулакшин некоего закона о русском народе. Ну мы-то ставим вопрос не о том, что должен какой-то быть отдельный закон о русском народе. Мы ставим задачу русификации вообще всего законодательства. У Сулакшина там есть вот эта его конституция, которая разработана. Там формальные слова сказаны о государственно образующем статусе русского народа. Но это ничего не значит, пока это просто слова. Каждая позиция в Конституции должна подкрепляться целым циклом законов, которые подкрепляют, обеспечивают, закрепляют конституционные положения. Сулакшин предлагает не делать этого, вообще не касаться русского вопроса в законодательстве, потому что это ущемляет другие народы. Должно ущемлять, понимаете? Должно, это ущемление должно быть по факту законодательства. Если человек не хочет жить в русской России, тогда он живет либо в резервации, либо переезжает за рубеж. В этом смысле ущемление должно быть. Гражданский статус одинаковый, но в этом гражданском статусе предполагается русское содержание. Русская культура первенствующая, она является подкрепляемой государственной властью. Русскую культуру, русскую литературу, русский язык преподает во всех школах. Если ты не владеешь русским языком, то ты и не можешь приобретать какие-либо гражданские права, потому что ты элементарно не понимаешь, в какой стране ты живешь. Эти вопросы должны быть решены? Должны. В каком-то отдельном законе, может быть, отдельный закон должен быть, который прописывает какие-то основополагающие декларативные нормы, а развиваются они в каких-то других законах. В Конституции обязательно должен быть пункт о государственно образующем статусе только русского народа, никакого другого, потому что ни один другой народ в России государство образующего статуса иметь не может, не должен, иначе России просто не будет. И о том, что именно русский народ создал Россию, должно быть записано. Эти декларации потом должны развиваться в законодательстве, чтобы Россия стала русским национальным государством. Не направленным против других народов, которые живут на территории России, но направленным на то, чтобы эти народы жили в мире с русским народом. Не русский народ подстраивался там под всех и прогибался, как сейчас пытаются нас наклонить, а наоборот другие народы стремились к тому, чтобы жить в мире и согласии с русскими. Потому что русские слишком уж стали добродушны и слишком легко сдали свои позиции вообще везде, в том числе в государственной власти и так далее. А то у нас сейчас говорят, вот услышал я это, просто диву дался, когда оказывается есть проблемы с устройством на работу ух и народцев. Вот они приходят, им говорят, нет, вы не русский человек, мы вас на работу не возьмем. Я знаю прямо противоположные факты, когда говорят, мы русских не берем на работу. И знаю, что этнические кланы сформировались в государственной власти прежде всего, а уж в экономике, это само собой. В Москве там, если, скажем, азербайджанец стал руководителем какого-то отделения полиции, то вокруг него тут же скапливаются именно азербайджанцы. Если какой-нибудь армянин получил подряд на строительство спортивных объектов, а это очень распространено, именно почему-то армян привечает московская власть, то вокруг него тут же сразу кучкуются армяне и целый сектор занимают именно армяне. А русские? А русским предложено быть таким бульоном, в котором плавают вот эти этнические айсберги. Вот этого быть не должно. Вот эти айсберги должны быть просто уничтожены, не должно быть никакой этнической клановости. А русские, коль скоро они государства, образующие народы, им не нужна эта клановость. Наш клан – это наше государство. Мы его создаем для себя. Поэтому все разговоры о том, что это расизм какой-то, знаете, это надо забыть. Это как глупости, которые, знаете, с трибуны иногда выскакивают у либералов или у леваков. А вы что, черепа будете мерить? Ну, я всегда отвечаю, если у вас проблемы с вашим черепом, то можем померить. Так обычно мы этим не занимаемся. Нам видно и без всякой черепомерки, что из себя представляет человек. Что он говорит? Как он относится к русскому народу, к русской истории, к политической задаче русификации, национализации страны, собственности и власти. Если он к этому относится негативно, то, ну, не знаю, и к тому же еще ему вопрос о черепах, о расизме там возникает, то, наверное, он к русскому движению никак не может примыкать. Поэтому Степанову Сулакшину, наверное, нужно забыть вот эти глупости либеральные. Я понимаю, что общался в основном со всякой негодяйской публикой в РЖД, которая его спонсировала, там, наверное, разного рода либералы, ельцинисты, путинисты приходили и говорили вот эти глупости о расизме, о том, что якобы утверждение русского народа – это уже есть расизм, и это утверждение направлено против других народов. Против народов не направлено. В защиту русской природы России направлено, да, чтобы она не была размытой, не была агрессивно растаскана какими-то иными этническими группами. В этом смысле, вот как мы репрессируем, ущемляем, например, уголовную преступность точно так же, и этнические поползновения на дерусификацию России должны быть ликвидированы и закреплены в законе. Именно закон должен придушить все. Тут Степан Степанович как-то вот сказал, что близко находится, оказывается, национализм и нацизм – это все очень близко. Опять это либеральная уловочка. Знаете, звучит похоже. Национал-социализм, он же нацизм, он же гитлеризм – это вот всем все понятно, откуда это все. И национализм. Национализм, нацизм – похоже звучит, значит, это одно и то же. Но это ложь, это ложь, самая гнусная ложь, потому что русский национализм никак не может быть отождествлен с немецким национал-социализмом. Он имеет разную природу, прежде всего, разную историческую природу. Там немцы были, здесь русские. Национал-социализм, кроме того, сформировал агрессивную политику, которая привела к тяжелейшей войне и к колоссальным потерям русского народа. Поэтому, как может гитлеризм, то бишь национал-социализм, быть хоть чем-то похожим на русский национализм? Ничем не может быть похожим, потому что там он немецкий и антирусский, а здесь прорусский и направленный на защиту интересов русского народа. Поэтому есть принципиальная разница, несмотря на то, что звучание похожее. Похожее звучание не означает тождественности. И в русском языке таких слов можно найти сколько угодно. Не будем заниматься лингвистикой, не наша эта профессия. Лингвисты у нас в Майкопе пытаются посадить в тюрьму эколога, который сказал молчание ягнят. Придурок из ФСБ, извините, вот это к бортнику, вот занимаются чем у нас ФСБшники. У них эксперт такой, знаете, подполковник ФСБ, такой придурок, который рассказывает. Вот раз статья называлась «Молчание ягнят», то значит ягнята это оскорбительно для тех, в отношении кого это сказано. Потому что назвать человека овцой это оскорбление, а ягненок это сын овцы. Вот значит ты сын овцы, значит вот это есть оскорбление. Тем более, что там говорится про адыгейцев. И человек не знает, что адыгейцы это просто жители всей Адыгее, он считает, что адыгейцы это адыгее, он отождествляет. И поэтому идет процесс, процесс, уголовный процесс по 282 статье в Майкопе. Вот с такими Валерий Бринех является подсудимым, вот по поводу его экологической статьи, что мол как бы не надо свинарник строить рядом с источниками питья и вот эту навозную жижу потреблять. Не надо быть ягнятами, которые молчат, а их пожирают там, их режут и превращают в ничто. Ну как бы такая, отклонившись от какой-то другой эпизод, я говорю еще раз, хочу подчеркнуть, что национализм и нацизм вещи суть разные, потому что нацизм это национал-социализм, даже если скажем это русский национал-социализм, но там социализм ключевое слово. Социализм мы уже проходили, национал он был или нет, пожалуйста, русофобский сталинизм, это и есть национал-социализм. Социализм для вот конкретной советской нации, которую они объявили. Вот есть советская нация, они объявили, что она существует. В каком-то смысле она существовала некоторое время в каких-то аспектах. Была какая-то солидарность советская, было какое-то советское мировоззрение. Советского человека они вырастили, отчасти пытались, Они, конечно, не смогли сделать из русского человека советского, но отчасти все-таки что-то смогли сделать. Так было это все? Национал-социализм советский был? Конечно, был. Он был советский, он был не русский. А русский национал-социализм может быть? Я думаю, что нет. Социализм убивает всякий национализм. Это смешение невозможно. Либо национализм, либо социализм. Я поэтому и думаю, что у этих странных людей, которые на грани все время находятся, у них национал-социализм, то ли национализм, то ли социализм, то ли гитлеризм, то ли русизм, у них каша в голове, поэтому они не могут сформулировать четких идеологических позиций. И поэтому для русского человека одна из задач это выбросить из головы весь социализм, весь полностью ничего социалистического в русском мировоззрении быть не должно. Как и капиталистического. Это вот дилемма, которая нам навязана социалистами, марксистами, инородцами, иудеями, кем угодно. Я не знаю, сколько источников и составных частей этих заблуждений. Социализм и капитализм как ложная дилемма должны быть выкинуты. Вот есть национализм и есть космополитизм или интернационализм. Одно из двух выбирайте. Социализм всегда за собой влечет интернационализм. Всегда национализма после социализма не бывает. И никакого социализма в гитлеровской Германии, кстати, и не было. Лозунги были, но никакого социализма не было. Там было правление олигархии между делом. Поэтому там и национализма-то не было. Лозунги были, а национализма не было. Подавление других народов было, но поднятия своего народа не было. Потому что прошло немногим больше десятка лет, и немецкая нация была растоптана, оккупирована и до сих пор остается оккупированной. Нам такая перспектива не нужна, поэтому нам все уроки нацизма это то, как не надо делать. Вот не надо так делать русским националистам, как было в гитлеровской Германии. Ничего общего не должно быть. Ничего. Слушаем дальше, что сказал Степан Сулакшин. Что такое государство, образующее роль народа? Это ведь не преференция. Это не какие-то особые дополнительные права. Это особые дополнительные обязанности и нагрузки. Причем не те, которые на русского человека кто-то там возлагает каким-то там законом или инструкцией. А то, что мы сами в себе должны ощущать и реализовывать. Вам нужен закон о государство, образующем русском народе? Или нужно каждому на своем месте помнить, кто ты? Какие твои корни? И что ты можешь вот здесь, за этим рабочим столом сделать, чтобы наша страна была нашей страной, а не расхристанной по лекалам, по ЦРУшным рекомендациям на 51-й несчастный полуколониальный штат? Здесь Степан Сулакшин стремится убедить нас в том, что никакого русского законодательства быть не может и не должно. Что мы каждый сам на своем месте должен что-то там делать ради русской природы России. Ради того, чтобы эта природа была утверждена. Это правильно. Это правильно. Каждый должен. Но мы составляем какую-то совокупность национальную? Мы русская нация или мы просто каждый в отдельности русский человек? Нет, мы русская нация. Раз русская нация, у нас должно быть русское законодательство. Наше государство на этом законодательстве и должно строиться. Один закон нет. Одного закона нам не хватит. Нам нужна полная русификация всего законодательства. Конечно, нам нужна и русская солидарность, которая обеспечивается не только законом, но и общей атмосферой. И обеспечивается к тому же и государственными усилиями в области пропаганды, в области культуры и так далее, и так далее. В области образования непременно, непременно у нас должны складываться общие представления. Не каждый сам на своем месте, не только каждый сам на своем месте. А именно потому, что все вместе совместно решаем общую задачу. Поэтому и каждый на своем месте решает эту задачу в силу своих полномочий, в силу своих способностей. А Степан Степанович, к сожалению, пытается нам навязать только одну сторону. Каждый сам за себя, каждый сам в отдельности борется за русскую Россию. Нет, такого быть не может. Мы должны объединиться как политическая сила, завоевать государственную власть и русифицировать Россию снова, сделать ее именно такой, какой она была до большевистского погрома, до февральского переворота 1917 года. Мы должны продолжить русскую Россию, как русскую империю, как русскую цивилизацию. То есть цивилизацию, государственно оформленную в империю. Вот именно такое оформление у цивилизационной модели развития человечества есть. Русская цивилизация, восточно-христианская, она оформилась в империю. И ее сателлиты, периферические сателлиты, иные государства, которые следовали русскому пути, следовали за Россией, опирались на русскую поддержку. Это модель русского величия, русской истории. Мы должны к ней вернуться, не изгоняя, не подавляя другие народы, а утверждая русскую природу России. К сожалению, Степан Степанович нам предлагает жить по общегражданскому законодательству, в котором нет ничего русского. Конструкция страны. Мы, русский народ. И все братские российские народы, создавшие в истории своими жертвами, подвигами, трудом нашу общую родину. Вот наша формула. Формула Степана Сулакшина неправильная. Только русский народ является создателем России. Только русский народ. И только русский народ может продолжить ее историю. Без русского народа Россия ничто. А любой другой народ, исчезни он, не дай бог, конечно, никак не повлияет на историю России. Никак, никоим образом. Поэтому только русская Россия, а не такая вот Россия вообще. Нет такой России и никогда не будет. Насколько Россия русская, настолько она и существует. Вот сейчас она еле дышит. От русской природы России почти ничего не осталось. Поэтому и государственность российская еле-еле существует. От нее тоже почти ничего не осталось. Один только фасад, а внутри уже черви съели вот этого великана почти что по самую шею. Нам надо восстановить тело России через восстановление русского национального духа. К этому мы стремимся, к этому мы идем. На востоке Украины люди жизнь отдают. За право говорить на русском языке. За право жить в русском мире, в русской цивилизации. Попрекать русских людей тем, что в Донбассе русские воюют, а здесь они, можно сказать, заснули, конечно, можно и в какой-то мере справедливо. Но справедливо также и сказать, что те, кто воюет в Донбассе или воевал в Донбассе, это люди, которые стремились к тому, чтобы эта территория Донбасса стала прообразом русского национального государства. Если они воевали за что-то другое, то, наверное, это было их личное частное приключение. Мы все в русском движении надеялись, что Донбасс превратится именно в русское государство. И к этому были определенные позывы, символика и даже была надежда, что в Кремле, разворачивая эту концепцию русского мира, может быть, что-то поняли и как-то перестроили свою политику. Но на практике оказалось не так. Оказалось, это уловка, это предательство, это обман. Людей завлекли в пророссийскую политику, привезли там тысячи российских знамен, которыми на митингах размахивали, а потом просто слиняли. Просто слиняли, подставили людей, бросили их против вооруженных бандформирований Порошенко. И многие погибли или потеряли здоровье. И не получилось ни из Луганской, ни из Донецкой республики ничего русского. Получилась такая еще более гадкая эрефия, чем есть в самой Российской Федерации. Отвратительная, нерусская, абсолютно нерусская власть, не имеющая никаких перспектив, как в Российской Федерации, так и на Донбассе. Поэтому поддерживать эти власти русское движение уже никак не может. Но поддерживать будет и должно русских ополченцев, тех, кто борется против бандитов, которые хотят прийти и порезать там всех русских людей, изничтожить, отомстить за свой страх, за свои поражения, которые русские люди им нанесли неоднократно. К сожалению, в этом их стремлении отстоять русское достоинство одним из врагов является государство Российской Федерации, которое наносит удары в спину. Поэтому упрекать русских людей в том, что они на своем месте ничего не делают, а вот на Донбассе, оказывается, русским людям никакой русский закон не нужен, они просто каждый сам по себе сделали свой выбор. Ничего подобного. Может быть, это беда русских людей, что они не сформулировали своего мировоззрения, с которым они сражаются за Донбасс. И рядом там были анархисты, коммунисты, социалисты, леваки, националисты, антинационалисты, кто только там не был. Но в окопах все уравнивается, на самом деле в окопе невозможно быть атеистом и невозможно не быть националистом, потому что сражаться за интернационал, где в Донбассе, за интернационал, за восстановление Советского Союза, да бог с вами, это просто невозможно. Это либо у человека мозги были на бекрине, если он такое утверждал, либо это человек, который приехал на экскурсию. Да, есть такие люди, рисковые ребята, кто-то в горы лезет, потом с гор там скатывается с риском для жизни, а кто-то на экскурсию на войну не проще съездить, пострелять там. И ему вслась, что русские люди и по ту сторону фронта погибают. Я думаю, что были и такие, те, кто сейчас бравирует своим героизмом в Донбассе и тоже в упрек нам ставят, говорят, а ты-то был там на Донбассе? Знаете, каждый на своем месте должен быть и держать свою линию фронта. Вот Степан Сулакшин считает, что каждый в отдельности должен быть. Я считаю, что должны интегрально, поэтому кичиться тем, что я-то был на Донбассе, а ты-то вот не был, не стоит, ей-богу, не стоит. Да, есть люди, которым было на все наплевать, и им эти упреки и можно отправлять. А кому не было наплевать, кто был вместе с русским народом и продолжал сражаться за его интересы, не стоит, ей-богу, посылать такие упреки. А я уже такие упреки получаю, и они выглядят крайне подло, крайне подло. Поэтому я обращаюсь к тем, кто воевал на Донбассе, кто сражался в рядах ополчения. Ну, ребята, господа, граждане, братья, будьте поскромнее, будьте поскромнее, потому что ваше высокомерие, вот в данном случае, оно играет не на руку русского движения, а как раз устраивает всякого рода раскол. Вот мы-то герои, поэтому мы имеем право вам плевать в лицо. А зачем нам, русским людям, друг другу плевать в лицо? Давайте не будем. И не забудем, что русский вопрос не мы, а они за нас сегодня, каждый час, каждую секунду, в каждой дырке затычка решают. Но решают они этот наш русский вопрос совершенно другим образом. Так посмотрим на себя и спросим, а мы что делаем, чтобы этот вопрос решать сегодня, сейчас и каждую секунду, а не упрашивать кого-то помочь. Ну, вот здесь как раз можно согласиться, можно согласиться с тем, что русский вопрос решается органами государственной власти, Российской Федерации, прежде всего. Кто же еще решает русский вопрос, как не они? Именно они решают на позиции русофобской, антирусской, нерусской, по крайней мере. То есть, все русское должно быть и в России устранено. Это позиция Путина и всей его шайки. Я по-другому, извините, не могу называть эту власть. Это власть оккупантов, гауляйтеров. Именно поэтому они решают вопрос, русский вопрос, именно так, путем геноцида. А мы сопротивляемся ли мы геноциду так, как должны сопротивляться люди, которых просто заживают со свету. Просто делают всю среду русскоговорящей. Вот вокруг нас строится русскоговорящая среда, но не русская. Нерусская этнически, нерусская культурно, нерусская во всех отношениях. Что мы должны делать? Конечно, мы не должны никого упрашивать. Конечно, мы не должны направлять свои проекты государственных законов в администрацию президента, где они тут же будут брошены в мусорное ведро. Это уже проверено сто раз. Уже сто раз проверено. Поэтому не надо вообще никогда обращаться к Путину. Никогда, ни по одному вопросу. Да, бывают такие средства политической борьбы, как провокации. Мы направили, они не ответили, или то, что они ответили, это чушь собачья. И мы это опубликовали. Но такие манипуляции возможны. Но всерьез ожидать, что Путин и его русофобская шайка что-то сделают для русских людей? Да, кститесь. Нет, конечно. Невозможно обращаться. Направлять в Думу наши законопроекты и просить, ну рассмотрите, пожалуйста, ну все-таки в России 80% русских. Там одни враги. И вновь будут избраны одни враги. Зачем к врагам обращаться? Они так заведомо знают, что они вас уничтожают. А вы у них там молите о пощаде. То есть у вас нет субъекта переговоров. Вы его ищете и ищете среди своих врагов. Зачем? Вы ищите среди русских людей. Есть русские политические организации. Есть русский национальный фронт. Приходите, мы совместно эти вопросы будем решать. Если у нас есть какие-то законодательные инициативы, давайте мы сделаем их общими. Давайте мы их обсудим, давайте мы выработаем общую единую конструкцию решений и так далее. Вот Конституция Степана Сулакшин, к сожалению, не годится вообще даже как площадка для переговоров. Потому что она очень плохо написана. Непрофессионально написана, она не русская. Вот значительно более интересен другой проект, который в Русском национальном фронте обсуждается. Там есть большие огрехи в юридической технике, там есть идеи, как должна Россия управляться. Там есть много того, что называется новациями, то есть того, что нет в нашей жизни. Но то, что разумный, выглядит очень неплохо. Выглядит как такие находки, правовые находки. И здесь стоит рассматривать эти вопросы. Законопроекты, да. Мы с Борисом Виноградовым написали целый цикл законов, законопроектов для того, чтобы возродить русское в России. И там демографические законы, и там законы исторической справедливости. Есть декларация о правопродолжении, тоже фундаментальная разработка. Есть много чего. Есть Конституция Сергея Пыхтина, на непокойного, которая еще в 93-м году была написана, потом была им отредактирована основательная. Тоже базис такой, правовой базис. На этом языке тоже надо уметь говорить, потому что мы стремимся не к тому, чтобы просто опровергнуть то, что есть в Кремле, в этой русофобской власти. Это законодательство совершенно бессмысленное и беспощадное, которое просто не дает людям жить. Вот реально обычному человеку оказывается невозможно жить, потому что он обложен со всех сторон вот этими идиотскими процедурами, которые в течение 25 лет вот эта шайка, находящаяся в Кремле и в Государственной Думе, все придумывает и придумывает. Как нас еще сильнее ущемить, чтобы мы вообще шага не могли ступить, не обратившись к чиновнику, не поклонившись, не превратившись в раба-халуя-халопа. Все это должно быть пересмотрено. Все. Вся законодательная система должна быть пересмотрена. Поэтому на языке законов мы тоже должны научиться говорить, обсуждать это и формировать свои законопроекты, которые по пришествии русской власти должны очень быстро быть введены в действие. Иначе гибель наша, все, вот она уже просто, вот она видна. Горизонт нашей гибели уже приблизился. И не видеть его, это, конечно, преступно. Я хотел еще дополнить то, что я сказал о русском движении, тем, что мы должны помнить и о том, в каком времени мы живем, и в каком времени мы жили. И помнить и наших героев, и наших выдающихся личностей людей в марте 2016 года. Чем отмечен март 2016 года у вот этой русофобской власти? Ну, ничем. Я знаю только одну дату, которую они вспомнили. Помимо 8 марта, ну, 8 марта, там, Пурим, все понятно, они отмечают Пурим. Это идиотский праздник советских времен. Так в насмешку называют день рождения Клары Цеткин и там Роза Люксембург. Вот это отмечают, якобы, это женский день. Это не женский день, это издевательство над нашим народом. Женский день можно установить в любое другое время. Могут быть другие праздники, но только не 8 марта, понимаете. Вот 8 марта надо вычеркнуть, вычеркнуть. А для них это вот такой, это же государственный праздник у них, Пурим. Вот, а нам нужны другие праздники и другие дни мы должны отмечать. Отметили утопление станции Мир. Это одно из первых деяний Путина было на посту президента утопить. Орбитальный комплекс, который создавались десятилетиями, десятками тысяч, может быть, даже миллионами людей, которые вкладывали свой труд в то, чтобы у России был свой орбитальный комплекс. Но его утопили и все последующие годы Путин фактически подчинил нашу космическую программу, нашего государства, американской. И мы работали, можно сказать, на американцев. Сейчас разговоры пошли о том, что давайте мы все-таки как-то свою орбитальную станцию создадим, потому что давно уже было пора отказаться от всякого международного сотрудничества, в том, что сотрудничеством не является. Почему вы со своими врагами организуете международное сотрудничество? Тут вы предлагаете поносить Обаму и Америку, а там вы во всем сотрудничаете. Но с какой же стати? Что за противоречие? А противоречие вот в чем, что это те же самые либералы, проамериканская власть, как был Путин проамериканским политиком, так он и остался. Но сейчас просто американцы сами не хотят его, как проамериканского политика. Он уже израсходовался, он уже пустой для них. Они хотят другого, какого-нибудь придурка. А этот придурок уже сработал. Все, он сработал, он сделал все, что мог. У него уже все, мозги высохли. Он уже по возрасту и дискредитировал себя вдоль и поперек. В глазах, что мировой, что российская общественность. Все, ну, надо, нужен следующий. Вот поэтому они там толкают. Ну, давай, нам говорят о том, что это, понимаете, вот американцы против Путина, это значит против России. А мы-то считаем, что против Путина это их шашни меж собой. Это они меж... у них между собойчик такой. Ну, пересадят какую-нибудь международную организацию Путина, и он там будет процветать радостно. Но он не хочет. Он хочет быть более крупным таким вот в этой олигархической шайке. Но что те, что эти. И те, и другие наши враги. Как вот из Украины, еще раз тоже повторюсь, для русского украинца и для российского великоросса разницы нет. И Порошенковское правительство, и Путинское правительство. Это наши враги. Поэтому меж собой нам нечего делить. Нас специально сталкивают в войне, а мы должны объединиться в общем деле по ликвидации олигархических режимов. Вот это будет правильно. Это будет русское единство. А то, что сейчас насаживают то, что называют украинским национализмом, его не может быть. Может быть только русский национализм, русская нация, единая русская нация. В Великороссии, в Малороссии, на Украине все это должно объединиться в едином государстве, и должна быть учреждена национальная власть, национальное государство. Русская, не украинская, нет украинской нации, не может быть, нет у нее ни истории, ни культуры, ничего нет, чтобы могло называть то, что называют украинским национализмом. Нет, это не национализм, это просто бандитизм, анархизм, русофобия, все что угодно, но там никакого национального компонента, просто нет, нет национального мировоззрения. Поэтому, признав вот эти два аспекта, мы тут же объединим наши усилия в борьбе против олигархических режимов и вот этой анархической, анархических бандформирований, которые повыползли из всех щелей, именно потому, что власть на Украине такая же русофобская, как и в России. Здесь тоже, здесь просто банды получают целые сектора экономики, территории, республик и так далее, а на Украине они просто бродят с автоматами и творят произвол. Вот разница, разницы почти никакой нет. Ну, несколько безопаснее у нас для жизни, там, пулю в голову получить, меньше шансов, но русофобия такая же, точно такая же. Так вот, мы должны вспоминать, что, собственно, происходило, там, какие-то годы назад, круглые, полукруглые даты. Вот, кроме того, что утопили станцию Мир, и это выдают за что-то такое вообще великолепное, ну, знаете, спустили с орбиты такой огромный, огромный комплекс. И вот он упал, и никому на голову не свалился. И это, вот, оказывается, выдающееся достижение. Нет, выдающее достижение, что работала эта станция, что она принесла огромную пользу, что она демонстрировала мощь российской науки и техники. Вот, а Путин это все утопил, как он готов утопить и Россию. И она ему нужна только для одного, для того, чтобы самому быть вот в этой олигархической шайке мировой представленным и вот надувать щеки. И такие правители нам не нужны. Я думаю, что разоблачен будет Путин во всех деталях его предательской, гнусной жизни. И произойдет это скоро. Ну, действительно, слава Богу, жизнь конечна. И не только Ельцин отправится на тот свет, но и все остальные негодяи. И правда об их деятельности всплывет. Будет обнародовано, все документы будут вытащены наружу. И, слава Богу, Америка нам в этом поможет. Спасибо, спасибо за это. Вот, все остальное, может быть, за все остальное мы будем ругать. Американцев. А вот за это, скажем, спасибо за разоблачение того негодяя, которого они нам и подсадили. А что, Путин это не подсадная утка американцев? Да я уверен, что именно так, что он предал еще, когда служил в Германии. А тогда, конечно, он не Германии присягнул, а соответствующим спецслужбам, которые там работали по заданию ЦРУ. И я думаю, что Путин был предателем уже тогда. И предателем остается и сейчас. Что бы там он ни говорил, что бы его там не славили, это предатель, ворюга и изменник. Давайте на этом стоять, тогда мы будем нормальными русскими людьми, которые правильно оценивают русофобскую власть. А то, что происходило в нашей истории, вот у меня есть очередная страница из альбома, календаря «Русские изобретатели и первооткрыватели». Вот смотрим. 170 лет назад, 1 марта 1846 года, в селе Милюково под Смоленском родился Василий Васильевич Докучаев, профессор, основоположник научного почвоведения. Мировую славу принесла ему монография «Русский чернозем». Демонстрировал в Париже на Всемирной выставке 1889 года коллекцию почв, включая уникальный экспонат, цельный вырезанный из земли кубометр Воронежского чернозема, который сейчас путинская шейка пытается уничтожить. Получил золотую медаль выставки. Его именем названо «Три института. Золотая медаль. Премия Академии наук», учрежденная в 1903 году. 4 марта 55 лет назад впервые в мире русская противоракета В-1000 разработки Петра Дмитриевича Грушина, запущенная с полигонного комплекса противоракетной обороны «Капустин-Яр», созданного генеральным конструктором Григорием Васильевичем Кисунько, перехватило в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты. Событие, заслужившее, чтобы его отмечали как день рождения противоракетной обороны. 8 марта 150 лет назад в Москве родился Петр Николаевич Лебедев, русский физик, создатель первой русской научной школы физиков. Впервые получил и исследовал миллиметровые электромагнитные волны, широко используемые в биологии и медицине. Впервые измерил давление света. К выводу на орбиту готовится экспериментальный корабль с солнечными лебедевскими парусами. Имя Лебедева носит физический институт Российской академии наук, улица в Москве, корабль науки. 13 марта 100 лет назад закончена постройка сверхтяжелого крупнейшего самолета «Светогор», разработанного Василием Адриановичем Слесаревым. Слесарев построил в Политехническом институте Петербурга по рекомендации Жуковского самую большую и самую скоростную в мире аэродинамическую трубу. Руководил работами в крупнейшей в России аэродинамической лаборатории Петербургского политехнического института. Спроектировал и построил самолет «Светогор» с подъемностью 6 тонн вдвое больше, чем у самого большого на то время самолета в мире «Илья Муромец». 22 числа, 22 марта, 135 лет назад родился Валентин Петрович Волгин, русский ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор, один из основателей Нижегородской радиолаборатории. Создал высокочастотные машинные генераторы, с помощью которых впервые осуществлена радиосвязь Москва-Нью-Йорк в 1925 году. Первые в мире высоковольтные ртутные выпрямители, искусственные идеи электрики на двоокисе титана, каскадную схему включения выпрямителей, технологию поверхностной закалки металлов токами высокой частоты, высокочастотную промышленную электротехнику. Выдающийся, совершенно выдающийся человек. 125 лет назад, 24 марта 1891 года, родился Сергей Иванович Вавилов, выдающийся физик, создатель микрооптики, закон Вавилова в люминесценции, один из основателей нелинейной оптики, открыватель эффекта Вавилова-Черенкова, отмеченного в Нобелевской премии, популяризатор русской науки, президент Академии наук СССР, главный редактор второго издания Большой советской энциклопедии, умер в 1955 году. Крупная дата с 235 лет назад, в Агенсбурге, 27 марта, родился Александр Христофорович Востоков, филолог, словист, академик, основоположник сравнительного славянского языкознания, автор грамматики русского языка, первый издатель печатного варианта Астромирова Евангелия 1057-58 годов, умер в 1864 году в Петербурге. Много славных имен наших выдающихся людей, много и ученых, и полководцев, и государственных деятелей, но все это, как говорится, нынешней русофобской власти по барабану. Им наплевать, нам должно быть не наплевать, нам должно быть не наплевать, и тогда мы эту власть сломим. Тогда мы начнем ходить на русские митинги, конференции, пикеты и так далее. Мы будем стремиться к тому, чтобы никто нас не обманывал на выборах, а на этих выборах нас собираются обмануть. И тогда мы должны четко сориентироваться. 1 мая все русские люди, инициативные группы подают заявки и проводят митинги, пикеты, шествия. А русские люди 1 мая, это будет пасхальный праздник как раз, все должны выходить на русское шествие, русская весна. Все должны выйти. Кто не пришел, считайте, что вы себе минус поставили в графе о национальности. Нет у вас национальности. 20 мая мы прославляем наших героев Великой Отечественной войны в лице Алексея Моресева, известного русского человека, который совершил подвиг, не один подвиг, множественные подвиги. И мы должны вспомнить о нем именно потому, что нынешняя русофобская власть его юбилей игнорирует. И в сентябре, когда этой властью объявлены выборы, мы должны отказаться от участия в этих выборах и участвовать в мероприятиях активного бойкота. То есть не только не ходить, просто лежать на диване в этот день, когда все остальные халуи бегут проголосовать за очередных врагов русского народа. Мы должны сориентироваться на активный бойкот. То есть тоже участие в публичных мероприятиях, участие в агитации, но не пускайте на эти выборы своих родных и близких, потому что они становятся соучастниками преступления против своего собственного народа. И главное для нас это объединение, создание новых русских организаций. Я призываю к этому, есть активные русские люди, создавайте новые русские организации. Слава Богу, у нас сейчас интернет-общение позволяет очень быстро установить хотя бы вот такие поверхностные контакты, потом встретиться в реале и создать русскую организацию. Одну, другую, третью, специализированную или общую, новые партии или новые какие-то политические клубы, движения. Создавайте русские организации, если вы можете. Если не можете, вступайте в уже действующие русские организации. Примыкайте к Русскому национальному фронту, к движению за национализацию и деприватизацию, к партии Великая Россия, к инициативной группе за проведение референдума за ответственную власть, руководители которой сейчас сидят в тюрьме по ложному обвинению этой русофобской власти. Надо объединяться, присоединяться к народному ополчению России, те, кто поддерживает Владимира Квачкова, сидящего в тюрьме уже многие годы, можно сказать, политзаключенного номер один. У нас достаточно и символов, и интеллектуальных разработок, и лозунгов, у нас всего достаточно, кроме людей. Народ, вы где? Вы где? Мы вас ждем на наших мероприятиях, в наших организациях, повседневной информационной работе, организационной работе, в агитации и пропаганде, в написании умных статей, законопроектов и так далее. Поприще огромно. И русский человек может себя проявить не только там, где он сейчас пристроен, где-то там себе на жизнь зарабатывает и поддерживает существование своей семьи. И, слава богу, хоть это есть, человек может поддержать свою семью или образовать семью, поддержать семью. Но нужен же какой-то дальнейший культурный рост, нужно открывать для себя какие-то пути, нужно бороться за свободу и справедливость, что было свойственно каждому русскому человеку. Не просто прозябание, а воля, воля, русская воля, это и есть русское национальное государство, которое обеспечивает существование русского человека и отражение всех форм и народческой агрессии против русского мировоззрения, русского будущего, отдельного русского человека и русской нации в целом. Россией будет русская власть, когда русские люди начнут поддерживать русское национальное движение, к чему я всех и призываю. Субтитры подогнал «Симон»